Это победа! Золото Кубка мира по баскетболу 3 на 3 у сборной России. В ее составе химчане Александр Антониковский, Станислав Шаров и Александр Зуев. Молодая команда в финале тяжелого боя обходит Латвию со счетом 18-21. Нидерланды, Кыргызстан, Египет, Франция, Венгрия. С кем только не пришлось столкнуться на паркете. Александр Зуев, признанный самым ценным игроком Кубка мира, в интервью нашим журналистам признался, какие соперники были самыми сильными. Наверное, это была Франция, Латвия в финале. Хорошая команда венгров была, но с нами, я думаю, они подустали после Китая, поэтому сыграли не очень хорошо. На нас настраивались, готовились. Видно было, что не по-особенному, но хотели все нас выиграть, потому что, помимо этого, мы играем еще взрослый чемпионат, взрослые турниры. Там многие команды не играют эти турниры. Они хотели доказать, что они не хуже нас. Как команда, ребята собрались только в мае. И сразу оглушительные победы международного уровня на Moscow Open, два тура Лиги Нации и, конечно, Кубок мира. Все это время ведет команду к победам главный тренер Владимир Агабабьян. Для ребят он не просто коуч, он наставник и знает, как настроить команду перед игрой. День плей-офф, он пришелся на мой день рождения. Я вспомнил анекдот о том, что игроки, собственно говоря, тренера день рождения, он им говорит перед игрой собрание, говорит, ребят, лучшим подарком на день рождения для меня будет ваша победа, давайте. И ребята ему отвечают, тренер, мы уже галстук купили. Ну, то есть, как бы я ему рассказал, не знаю, сработало это, ну, видимо, сработало. Не знаю, как они, немножко расслабились. Сейчас уже нет времени расслабляться, нужно снова собрать силы. Уже в качестве команды «Гагарин» ребята отправятся в финал мирового тура. Там соперники разных возрастов, сыгранные по несколько сезонов команды. Но мы едем только за победой. Большая игра пройдет в Пекине 27-28 октября. Алена Беляева, Дмитрий Бочаров, Служба новостей.